всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life как обычно еду на заправку сегодня у нас 30 октября вот-вот будем праздновать хэллоуин и жизнь в маске продолжается и продолжается наш влог жизнь в маске часть 2 сегодня я хочу так сказать мысли вслух порассуждать поделиться своими соображениям своим мнением своим видением и узнать ваши соображения по этому поводу вообще нужна ли нам маска какая нам маска нужно помогает она нам не помогает и прочее со всеми вытекающими так сказать отсюда последствиями вот в общем я уже не помню на чем остановился в первой части но и не хотелось бы повторяться но наверное стоит сказать о том что когда вся эта каша заваривалась в общем как это сказать рекомендации разделились на два лагеря причем исходящие от врачей рекомендации тоже наверное делились на два лагеря но если мне не изменяет память что я больше помню что большинство врачей говорили о том что маска нам не нужна в данной ситуации она лишь только усугубляет и мешает вот и основной посыл был что маска не защищает нас от этих микробов бактерий организмов которые короче летят они очень мелкие им эта маска блин как грубо говоря сетка с которой на рыбу ходят вот и поэтому их не надо носить а учитывая то что мы в нее выдыхаем свой углекислый газ так сказать свои продукты жизнедеятельности своих микробов которые опять же на этой маске оседают и мы туда-сюда их гоняем и продолжаем по-новому вдыхать что это еще и больше вредит нашему организму ослабляя наш иммунитет и поэтому большинство склонялись к тому что маски не нужны а сейчас ситуация наоборот уже вроде и врачи говорят надо маску одевать и со всех сторон короче только из утюга наверное не слышно что одень маску в общем и как это сказать и мэр наш и все 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 в общем настоятельно рекомендуют в общем и правительство одевает всех маски и это становится нормой жизни стало становится правилами и эти правила все время так затягиваются и становятся жестче вот так вот по поводу масок значит ну в принципе хорошо я как бы не против носить эту маску и я только хотел бы чтобы как бы определились какая маска должна быть если она все-таки нас от чего-то защищает то наверное у нее это должна быть какая-то стандартная маска или она скажем так должна соответствовать какому-то стандарту потому что на сегодняшний день маска уже стала просто деталью туалета что ли блин она стала частью одежды каждый одевает там кто со стразиками кто блин у меня прошлый раз было с флагом мне например нравится кто-то одевает там под цвет волос кто-то под цвет сапог то есть вот каждый делает из маски уже такую вот деталь своего наряда и я не думаю что эти маски даже та которая на мне было или многие другие помогают хотя бы хоть как-то потому что это просто грубо говоря тряпать тряпочка на лице а многие носят вообще такие они как бы на шею одеваются или за уши я бы назвал их там шарты или шарфы или повязки просто из одного слоя ткани абсолютно тоненькой то есть это вообще не маска это просто прикрытие на лицо как она может кого защищать защищать от чего я не понимаю но тем не менее вот такая вот есть установка есть так такое требование каждый должен быть в маске и за маску воспринимается любое любое все то что ты можешь натянуть себе на лицо то есть ну вот как бы мне это не нравится получается врачи говорили что медицинская маска не защищает потому что она типа как сито пропускают все эти бациллы бациллы эти тяжелые с одной стороны говорили и падают не летят то есть маска не надо а сейчас одевайте любую маску вы будете защищены и все будет хорошо и с другой стороны речь идет о том что якобы одевая маску на себя мы защищаем других людей потому что грубо говоря наши бациллы не летят им в лицо то есть мы им в лицо не прием так если эти бациллы пролетают через маску вовнутрь то они точно также весело пролетают и наружу опять же никакой защиты нету поэтому вот этот вот замкнутый круг защиты напрямую пересекается с замкнутым кругом противоречий получается якобы маска не маска не защищает от бацилл но ее надо одеть чтобы не заразить других и вот по сути мы просто добавили себе какой-то дополнительной одежды на лицо которую раньше никто не носил непонятно зачем ни себя защите защит защитить не можем ни другого никого не можем защитить тем что разговариваем и наши бациллы вылетают но должны носить вот а когда я вижу вот эти вот шарфы или повязки такие вот которые так под глаза и за голову там либо завязываются либо они сплошные сейчас делают как рукав либо завязываются как платок да многие просто платок завязывают в общем сейчас мода очень широкая сильная этих гаджетов и аксессуаров тут у нас и на рынке и везде хватает я вообще смотрю на мир мне кажется что мы живем в каком-то вестерне вот когда смотришь про ковбоев там про какой-то американский фильм про 1700 800 и какие-то годы когда все ковбои и скачущие люди на лошадях одевали вот эти вот повязки от пыли то вот сейчас мир стал похож на вот это вот все то есть ну просто у меня нет слов какой-то парадокс и в то же время что я хочу еще заметить что представители азиатской национальности маски носили задолго до того как начался ковид и в общем то они наверное носили их как вот мы сюда приехали так они уже их носили то есть я не знаю когда у них это началось может они всю жизнь их носят но мы замечали это было нормой скажем так никто пальцем них не тыкал это их право они хотят ходить в масках они в них ходят то есть они как бы всегда ходили в масках они любят еще такие рукава одевать что меня еще тоже прикалывает они одевают майку с коротким рукавом а сверху одевают такие вот как гетры на ноги только гетры на руки и они защищают свои руки от загара кажется одень ты кофту с длинными рукавами не надо будет все но тоже вот такие вот элементы одежды и они очень многие другие люди применяют одеваясь коротко одевают еще дополнительные рукава на руки странно но есть и опять же это вот править противоречит тому что говорят врачи что типа выдыхая в маску и потом вдыхая назад мы вдыхаем своих микробов то есть получается что азиатские люди азиатской национальности они этого не понимают или этого врачи не понимают это хорошо или плохо почему они ходят все время в масках просто почему я о них говорю потому что азиат они очень очень замкнуты на здоровье и они предохраняются вот от всего они носят маски они носят эти нарукавники они постоянно закрываются от солнца либо зонтиком либо газеткой либо чем угодно были вешают всякие шторки в машине несмотря на то что можно стекла затонировать и затонировать специальными пленками которые не пропускают солнце вот отражают уфе излучения они не делают этого они вот навешивают всякую фигню вот так на стекло и едут с ней и вот как я говорю получается противоречие вроде бы здоровому человеку вредно маску носить но они их носили еще до этого всего карантина опять же если взять китай то тоже у меня у друга дочка училась в китае там на практике или на стажировке она была она говорит там повально городами там где у них плохая экология где у них смог постоянный они тоже постоянно ходят в масках то есть ну понятно дышать им там тяжело там возможно это пыль какая-то там взвешенные частицы они одевают эти маски но опять же они выдыхают все это в маску вот и все это вот так вот происходит и и все это непонятно еще один парадокс маски одноразовые перчатки одноразовые значит что мы видим в жизни уже куча роликов идет рекламы как правильно постирать и высушить свою маску как ее обработать продезинфицировать чтобы опять ее можно было носить и показывают и медицинские маски и самошитые маски то есть получается одноразовую маску с бациллами мы пытаемся превратить в многоразовую эти бациллы постоянно носить все на лице что делают люди в перчатках они одевают перчатки идут в магазин берутся за тачку берутся за продукты берутся за карточки кредитные берутся за шланг на заправке потом садятся в машину не снимая перчаток берутся за руль и потом этим же перчатками будут доставать продукты из машины мне это кажется тоже немножко так вот каким-то неправильно мне кажется если эти перчатки одноразовые ты пришел на заправку одел их заправился и сразу выбросил и сел в машину взялся за свой чистый руль своими чистыми красивыми руками в магазине мне вообще непонятно чем ты спасешь себя от того что возьмешь продукты руками в перчатках потом еще возможно ты их дома достанешь этими же перчатками и положишь в холодильник в котором лежат другие развернутые продукты уже чистые без упаковки и потом ты их будешь брать уже чистыми руками без перчаток то есть ну тут такой маразм с этими вот правилами предохранения которые я вот как законопослушный гражданин пытаюсь во первых я ну соблюдаю их я ношу масочку от перчаток я конечно не не прибегают перчаткам я санитайзером регулярно обтираю особенно после заправки не понимаю почему я раньше этого не делал но это все детали но у меня в голове не укладывается вот где эта грань правильного и неправильного использования маски и перчаток насколько это нам надо или не надо вот что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях вот выезжая на работу и одевая маску я понимаю что я как-то и себя защищаю и других людей оберегаю и я не могу выехать без маски как я вам рассказывал потому что типа но есть правило и потом кто-нибудь из пассажиров увидев меня без маски какие-ли проехав без маски со мной когда я без маски напишет в тот же uber или лифт и все и они мне будут делать замечания и для меня это будет не очень хорошо я это понимаю я одеваю маску я еду я работаю но когда я работаю 8 часов 10 часов эта маска меня все-таки начинает напрягать в ней реально тяжело дышать постоянно и высадив пассажира я эту маску снимаю я еду до следующего пассажира снова ее одеваю и я прекрасно понимаю что это ненормально потому что если пассажир который сидел 10 минут назад у меня сзади выдыхал этих своих бацилл то сняв маску я начинаю вдыхать эти бациллы получается не сняв маску я все равно их вдыхаю потому что врачи сказали что эта маска не защищает от этих бацилл и получается что делать тогда ехать свободно дышать или ехать все время в маске и думать что ты себя защищаешь вот такой вот парадокс поэтому пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу на самом деле все это очень грустно все это очень надоело хотелось бы скорее все чтобы это закончилось но по ходу это ничего не заканчивается и в общем как говорит интернет наши последние новости вторая волна которая в европе уже идет полным ходом доходит и до нас и от нашего правительства и от руководства штата уже вышло новое предостережение и новые так сказать требования и пожелания как проводить день благодарения что типа больше трех семей не собираться на праздник должен быть назначен главный человек который всех перепишет для того чтобы в случае заболевания одного из этой группы можно было быстро всех оповестить собрать протестировать и знать кто был в этой группе риска вот в общем все все как-то очень грустно и сейчас вот хэллоуин мы прожив 6 лет пять раз нет 4 в первый год мы не ходили второй третий четвертый пятый до 4 раза мы ходили на хэллоуин это был большой фан для детей это было весело забавно кто больше конфет насобирает какая куча получится потом дома когда сыпем все это все вместе вот это было здорово и весело в этом году получается мы не идем на хэллоуин мы просто купили конфеты домой три мешка и будем ходить друг другу в гости и там марина сейчас придумывает сценарий по которому будет происходить обмен кто кому за что будет давать какие конфеты потому что ну чтобы не просто сесть конфет поесть а чтобы было как-то весело вот а все из-за этого вот карантина коронавируса и все это и вот шляпы все так грустно происходит ну в общем я приехал на заправку своими мыслями поделился и соображениями жду теперь от вас ответ к сожалению эти влоги просматриваются не так как хорошо как просматриваются магазинные но в магазины мы ходим раз в неделю а маску мы носим ежедневно постоянно по нескольку раз в день поэтому вот такой влог так что не ленитесь пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новое видео вы были на канале наша жизнь в америке new life it's my life и увидимся в интернете я с вами не прощаюсь до встречи bye bye а